МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Ветто вечерний вестник. Я Антон Шибанов. Здравствуйте. Об основных событиях этого дня в Прикамье расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в выпуске. Эпид-ситуация не улучшается. Оперативный штаб вводит новые ограничительные меры в Прикамье. Кого они касаются? Десятки видеокамер и алгоритмы действия охраны учебные заведения Перми вновь проверяют на безопасность. Из девяти проверенных точек электронные сигареты подросткам продали в семи. Это только в одном из районов города. Пермский край попал в список из шести регионов России с тяжелой эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. В число неблагополучных регионов вошли Удмуртия, Пермский край, Башкирия, Оренбургская, Тюменская, Ивановская области, а также Татарстан. По словам главы Минздрава, в этих регионах требуется введение ограничительных мер. Но при этом региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусов при Камье пока не ввел новых ограничительных мер в Пермском крае. Ранее предполагалось, что будут введены QR-коды для посещения торговых центров. Пока итогом сегодняшнего заседания Оперштаба стало лишь ужесточение контроля за теми, кто должен соблюдать самоизоляцию. Ивановская область. В случае выявления этих ситуаций, что люди не будут находиться дома, они и сейчас информируют нас, и далее будут более активно информируют нас, и мы МВД. Вот такой межведомственный контроль мы предлагаем, и он сегодня реально работает. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей. Между тем, сегодня председатель правительства страны Михаил Мишустин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что необходимо сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Для ряда регионов, по мнению Голикова и Мишустина, нужно предусмотреть нерабочие дни уже с 23 октября. Инициатива будет рассмотрена на заседании Кабинета министров завтра. В Перми на автовокзале открылся новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. По данным Краевого Минздрава, пункт в здании на улице Революции 68 будет работать с 10 до 16 часов с понедельника по пятницу. Но в Прикамье, между тем, за сутки последние вновь 600 заболевших коронавирусом, днем ранее, по данным Роспотребнадзора, в регионе зафиксировано 601 случаи новых заболеваний. За время пандемии в регионе зафиксировано почти 112 тысяч заболевших. Кроме этого, за минувшие 24 часа от ковида в Прикамье скончалось 33 человека. На сегодняшний день в больницах находится почти 4600 пациентов с коронавирусом, из которых 560 в тяжелом состоянии, в том числе 238 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Школы в Октябрьском районе Пермского края вернутся к очной работе в четверг, 21 октября. Сегодня они работали в дистанционном формате, такой же режим работы сохранится и завтра. Это связано с происшествием в поселке Сарс, где шестиклассник принес в школу карабин Сайга и сделал из него два выстрела. По словам матери стрелявшего Дмитрия Губарева, в сейфе его отца хранилось 4 ружья. Именно отец научил сына стрелять. Предполагается, что накануне произошедшего мальчик сам открыл сейф ключом и взял карабин. Сейчас следователи устанавливают мотивы действий школьника и обстоятельства, при которых подросток получил доступ к оружию. Между тем, пермские школы еще раз проверяют и перепроверяют свои системы безопасности. В образовательных учреждениях снова тестируют систему наблюдения, тревожные кнопки. Сотрудники охранных предприятий отрабатывают алгоритмы действий на случай возможных ЧП. Валерия Ермакова продолжит. Более трех миллионов рублей такую сумму в пермской школе номер 32 направляют на обеспечение безопасности ежегодно. Защита школьников и педагогов начинается со входа на территорию учебного заведения. Прежде всего, это все, что связано с ограждением территории, с закрытыми калитками. Все калитки закрываются на домофоны. Вход через калитки только по школьной карте и детям, и родителям. Далее проход через турникет тоже по школьным картам. Кроме того, все делается для обеспечения технической охраны. Это и охранная сигнализация, и система видеонаблюдения. За периметром школы наблюдает 20 камер. Внутри здания работают еще 80 штук. Точно такая же модель обеспечения безопасности. Магнитные калитки, камеры видеонаблюдения используются во всех средних общеобразовательных учреждениях Крио-столицы. Школа номер 6 не исключение. Камера в нашей школе на данный момент рассчитывается порядка 73 штук. Охрана увеличена по количеству двух человек. То есть у нас был до этого один охранник, теперь двое. Охрана может проконтролировать проход на территорию школы, провести его с наблюдением через видеоконтроль до главного входа. Соответственно, если что-то заподозрено на территории, реагирует второй охранник. Один остается на посту. Соответственно, он с кнопкой и в случае чего вызывает спецслужбы. Кроме того, в школе номер 6 каждый посетитель проходит через арочный металлодетектор. Сейчас сигнал идет небольшой, соответственно, молодого человека не проверяем, потому что у него ключи, телефон и все. Если сигнал выше нормы, соответственно, мы останавливаем, проверяем металлоискателем и обязательно проверяем крупногабаритные сумки, крупногабаритные детали. Тревожные кнопочки есть, у нас две укаживая охранника и есть национальная кнопка, это на столе. Как отметили в департаменте образования администрации Перми, после происшествия в классическом университете силами Росгвардии была проведена повторная проверка работы тревожных кнопок и пропускного режима в образовательных организациях. Несмотря на то, что к началу учебного года все учреждения прошли мониторинг безопасности, в том числе и антитеррористической, такие проверки будут проходить регулярно, потому что дополнительная бдительность в таких вопросах будет не лишней. Валерия Ермакова, Татьяна Сарамотина, телекомпания ВЕТТА. Электронные сигареты продали подросткам в семи точках из девяти проверенных. В Кировском районе Перми общественность совместно с властями отправилась по местам продажи табачных изделий. Анна Крюкова с подробностями далее. Большинство популярных вейпов мы отвезли на экспертизу, которая показала, что в каждой пачке доза никотина намного больше, чем указано. Тем самым это несет огромный вред детям. Первый момент, второй момент, их очень быстро на них подсаживают. Руководитель пермского движения «Антидилер» регулярно отправляется на контрольные закупки с несовершеннолетними. Рассказывает, что из девяти магазинов, которые они проверяют, в семи осуществляется продажа несовершеннолетним. Он считает, что вейпы – это глобальная проблема, которая уносит здоровье подростков. Вейпы – устройство для вдыхания пара. Они могут быть разного дизайна и размера – в виде коробок с трубкой-насадкой или длинных цилиндров. Именно такое устройство продали на контрольной закупке в Кировском районе в табачном магазине «Школьнику». Мне 17 лет. Я, получается, сейчас зашел в табачный магазин. Мне спокойно продали одноразовую электронную сигарету. Без каких-либо проблем. Не спросили, спросили ли? Абсолютно не спрашивали. Дальше события разворачивались уже по отработанному сценарию. Зашли в точку продажи, вызвали сотрудников полиции. Пока ждали, пообщались с продавцом. Почему так легко привезти вейп в вашем магазине подростку, которому нет 18 лет сейчас? Ну, по внешнему виду как бы увидела, что взрослый. Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, подтверждает, что вред от электронных сигарет сопоставим с последствиями традиционного курения. А именно развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Курение замедляет развитие мозга подростков. Плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению. В администрации района, говорят, проблема, несомненно, есть. И нужно работать как с продавцами, так и с подростками. Ну, а дети, со своей стороны, мы считаем, что нужно тоже обращать на это внимание. И мы в дальнейшем будем продолжать с ними какую-то иную работу по вовлечению их в другие мероприятия, явно не связанные с куплей и продажей различных табака и продукции, которая сегодня запрещена. Мода на вейпы среди молодежи распространилась очень быстро. Манящие упаковки с различными вкусами легко достать и также легко скрыть от взрослых. Запаха, как от сигарет, нет. И всем известно, что дети должны быть заняты. Кружки, секции, любые мероприятия, направленные на развитие творческого или спортивного потенциала. Тут уж кто чем увлечен. Но увлечение вейпингом, который не так уж безобиден, как утверждают маркетологи, точно не способствует здоровью подрастающего поколения. Анна Крюкова, Татьяна Сарамотина, ВЕТТА-24. Деревянные скульптуры из Пермского края попали в список самых необычных арт-объектов России. Список составил один из сервисов для путешествий. Где именно эти объекты в Прикамье находятся, знает Екатерина Рухтина. Новости региона продолжает наш эфир. Добрый вечер. В Прикамье санврачи и полиция выписали 860 штрафов за нарушение режима самоизоляции. В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о том, что сейчас проводятся рейды. Совместно с полицией, в ходе которых выявляют и штрафуют пока только тех, кто имел контакты с лицами, получившими положительный тест на COVID-19, но нарушает режим самоизоляции. Проверяющие приходят к человеку по адресу самоизоляции, фиксируют, что его нет дома, составляют протокол, передают в суд и нарушителя штрафуют. Административное наказание для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей. На производственной площадке в Краснокамске возвели комплекс по производству беленой химико-термомеханической массы из древесины лиственных пород. Участие в строительстве приняли предприятия Камо-Картон и Министерство промышленности и торговли Пермского края. Годовой объем выпускаемой продукции планируется не меньше 142 тысяч 200 тонн. Объем инвестиций в этот комплекс составил более 3 миллиардов рублей. Благодаря вводу этого комплекса в городе создано более 270 рабочих мест. Деревянные скульптуры из Прикамья попали в число самых необычных арт-объектов в России. Сервис для поездок и путешествий подготовил список из 85 самых необычных народных арт-объектов страны, в число которых и вошла достопримечательность из парка в деревне Пармайлова Качевского района в Пермском крае. Сейчас проходит голосование в виде нескольких раундов за 10 лучших работ. Проголосовать за лучший арт-объект можно на сайте arttutu.ru. На данный момент идет первый раунд. Он завершится 18 октября. Деревянные скульптуры из Пермского края будут участвовать во втором раунде, который продлится с 19 по 25 октября. Один из самых популярных туристических мостов Прикамья нуждается в срочном капитальном ремонте. Сейчас переходить по мосту опасно для жизни, говорят местные жители. Речь идет про подвесной мост через реку Усева, который пользуется спросом и у туристов, и у местных собственников дачных участков. Сейчас конструкция находится в плохом состоянии. Отчетливо видны разрушения. Многие деревянные доски, из которых сделан мост, сгнили. Причем как на лестницах подъема, так и на проходной части. На данный момент мост официально признан аварийным. На нем размещена предупреждающая табличка. В планах местной администрации был ремонт моста в наступающий зимний период. Состоится ли он, пока непонятно. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть чем поделиться, расскажите о своих новостях по этому номеру телефона. Для иллюстрации обязательно добавьте пару фотографий или видео объекта вашей новости. Мы ждем ваших новостей по этому номеру через мессенджеры, ватсап, вайбер или телеграм. Делитесь своими новостями со всем Пермским краем. На этом у меня все. Опыт в политике для подрастающего поколения. Так говорят про молодежный парламент Пермского края. За годы существования свой первый опыт в политике с его помощью получили более трех сотен человек. Все подробности далее. Впереди очередное пленарное заседание нового созыва Законодательного собрания Пермского края. Но уже за неделю до этого молодежный парламент при ЕЗС рассмотрит все вопросы повестки, чтобы депутаты при принятии решений могли ориентироваться на мнение молодежи. Как раз для этого в 2009 году он и был создан как площадка для того, чтобы молодые люди могли попробовать себя в политике. Вообще стать депутатом с самого начала это правильный вариант. Потому что все-таки стать депутатом это ответственность, которая на тебя накладывается уже по приобретению депутатского мандата. А ответственность ее нельзя просто взять и забыть. Михаил Мухин еще в школьном возрасте с друзьями проявлял активную гражданскую позицию. В трудовых отрядах мэра расчищал и восстанавливал Андроновские пруды в родном микрорайоне Нагорный. Помогал пенсионерам. Он говорит, что опыт, полученный в молодежном парламенте, помог ему успешно построить карьеру. В депутаты он не ушел, но в политике остался. И сегодня является заместителем председателя общественной палаты Пермского края и директором Малой академии госуправления. Среди наших выпускников, моих бывших коллег, есть действующие депутаты законодательного собрания, есть депутаты Пермской городской думы. Они, поработав в молодежном парламенте, в такой парламентской песочнице, узнали, как работает законодательная власть, как внутренние процедуры выглядят, набрались опыта, выиграли выборы и сегодня принимают части в жизни региона, города, муниципалитета в качестве депутатов. Основа молодежного парламента, как площадки для участия в политической жизни региона, была заложена по инициативе спикера законодательного собрания Валерия Сухих. И в последнее время в территориях края развернулось целое молодежное движение. Появилось именно молодежное парламентское движение, которое включает в себя более тысячи человек в Пермском крае, представители муниципальных молодежных парламентов, как раз о тех, о которых я говорил, кадровые резервы, молодежный парламент краевой, молодежные организации, которые так или иначе представлены в молодежном парламенте. В составе молодежного парламента Пермского края в разные годы побывали свыше 300 молодых людей, в их числе и нынешний председатель Кудымкарской думы Михаил Петров. Он признается, в самом начале работы молодой политик, безусловно, столкнется с многочисленными сложностями. Но опыт работы в молодежном парламенте и ему помог быстро вникнуть во все нюансы депутатской деятельности. Работаю уже председателем думы муниципального округа. То есть для меня все это, наоборот, стало не в новинку. То есть я видел и знаю, как нормативные правы акты принимаются, какой путь они проходят. Мне гораздо проще сейчас работать на том месте в качестве председателя. Если бы у меня не было, наверное, площадки молодежного парламента, я не знаю, смог бы ли я в своем возрасте сейчас уже занять этот пост. Учеба в университете, два созыва в молодежном парламенте и сегодня Михаил уже не может представить свою жизнь без политики. Гордится тем, что имеет возможность развивать родной край и делает это, кстати, очень даже успешно. По итогам конкурса на лучшую организацию работы муниципального органа Пермского края Кудымкарская городская дума заняла первое место в 2020 году. Станислав Уланов, Александр Бабицкая, Владислав Рашидов. ВЕТТА-24 Следите за новостями вместе с нами. Спасибо, что провели это время с телекомпанией ВЕТТА. Я, Антон Шибанов, на этом с вами прощаюсь. Хорошего вечера.